Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. В сегодняшнем ролике я решила показать, как я буду соединять вот это красивейшее кружево в своем летнем пальто, летнем кардигане, швоздюбле. В общем, в чем-то буду соединять. И я решила не дожидаться, когда это я все навяжу, когда у меня будет все готово, а будет ли готово, потому что у меня, как вы знаете, будут сейчас разъезды, ремонты, продажи, покупки. Поэтому я решила показать это уже вам, тем более вы мне написали в комментариях, что хотели бы посмотреть, как я буду соединять это кружево. И я решила вам это показать. Напомню, что найти подробнейший мастер-класс по вязанию этого кружева вы можете найти на канале Татьяна Литки. Заходите на ее канал и с удовольствием вяжите. Ну, а я покажу вам сейчас соединение этого кружева в полотно. Ну, а пока я буду настраивать свою технику. Посмотрите, какой у меня здесь товарищ. Как эта девочка нежится на солнышке. В общем, вот такая у нас идиллия. А я буду сейчас вам показывать. Пусечка, ты умывайся, да? Перышки чистишь. Моя-то девочка. Еле словило солнышко. В общем, сейчас оно поворачивается. Везде тень на столе. А вот на гладильной доске кое-как пристроилась. Быстренько вам нужно это показать, пока оно не повернулось. Итак, друзья, вот эти вот воздушки, которые идут по двум сторонам кружева, здесь их семь. Если вы хотите сделать прямое полотно, ну, прямое, может быть, это потом из этого прямоугольника у вас получится шикарная туника, или, может быть, даже просто такой летний палантин. Все, что угодно может быть. Тогда просто вяжем вот эти вот семь воздушек, и просто будет прямое полотно при соединении. Если же вы вяжете, допустим, рукав на расширение вниз, или это будет у вас подол платья, юбки, там, вот, как я буду вязать, потом покажу, что я уже навязала в этом кардигане, тоже немножко дам вам советов. Вот, вам нужно сделать юбку, да, то есть расширение. Уже квадрат нам не подойдет. Вы будете соединять эти полосочки кружева, потом, когда все будет связано, и вам нужно будет как-то это формировать в юбку, то есть, валя, вот в такие вот клинья. Тогда, мои хорошие, вам нужно будет рассчитать количество петель, которые не везде будут по семь, а нужно будет от меньшего идти к большему. То есть, сколько-то звеньем, допустим, провязываем семь, а может быть меньше даже, чтобы у вас в конце вышла не слишком большая расклешенность. А будем вязать, допустим, какой-то участок кружева, где боковые будут, ну, допустим, по пять воздушек, да, потом мы добавим сколько-то вот этих рапортов в боковых, сделаем шесть воздушек, потом выйдем на семь воздушек, потом сделаем вот здесь вот восемь воздушек, девять воздушек. Я думаю, это понятно, то есть, у вас будет неоднородная полоска с разным количеством воздушных петель, с расширением внизу, чтобы вам потом соединить и получить юбку, так скажем, немножечко расклешенное полотно. Юбка может быть как в пальто, как просто в платье, просто может быть юбка или сарафан. В общем, я думаю, что вам моя мысль понятна. Ну, а теперь давайте приступим к соединению. Сейчас я возьму ниточку, а здесь все очень-очень просто. Ныряем под петельку, даже под две сразу можно сделать, вот так вот соединяем. Вы можете вообще не искать в этом кружеве изнанку и лицо, здесь ее просто нет. Кружева одинаковая с одной стороны и с другой. Ну, вот смотрите, нырнули под две, вот эти два ушка и делаем соединительную петлю. А теперь я сделаю пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Да, кружева я вязала крючком единица, пробовала вязать 1,25 и мне не понравилось. Так что, если у вас пряжа вот такая вот ирис, значит, я считаю, что больше, чем единица сюда не нужно. Опять под два ушка нырнули и соединили. Опять раз, два, три, четыре, пять. Опять нырнули под два ушка кружева и соединили. Смотрите, вот я делаю пять воздушек. Пять, да, вот раз, два, три, четыре, пять. Они у вас могут быть, их количество может быть разным, если у вас другая пряжа, другой крючок. Естественно, здесь может быть четыре воздушки, а может быть и шесть воздушек, если пряжа толще. То есть, вам самое главное, вы посмотрите, сколько вам сделать воздушек, чтобы не стягивало полотно, но и не фолдило. Просто методом экспериментального тыка, как я называю, просчитайте, сколько вам здесь сделать воздушек. Ну, вот у меня пять, я пробовала шесть, семь, в общем, остановилась на пяти. Три, четыре, пять. И вот так по два ушка ныряем и соединяем. Сейчас немножечко, раз, два, три, четыре, пять провяжу. Проглажу, чтобы вы видели, что у нас получается. Это одно из соединений, ну, так скажем, вот. А получается у нас, посмотрите, здесь получается такой вот узор, похожий на паучки. На мой взгляд, очень красиво. Сейчас я отпарю это место, и мы посмотрим. Посмотрим, что у нас получается. Вообще, конечно, можно связать обычный прямоугольник, соединить плечи, и в зависимости от длины этого прямоугольника, у вас будет либо туника, либо удлиненное платье. Ну, вот, давайте смотреть, что получается. На мой взгляд, вполне-таки себе красивое соединение. Нет, все-таки с этой стороны, вот эта полосочка у нас идет сверху. Вот такое соединение. Ну, друзья, это самое обычное, простое соединение. Конечно же, можно все это дело соединять в процессе вязания, без вот этой горизонтальной полоски. А можно сразу, ну, как мы вяжем, вот когда соединяем мотивы. Но это нужно тогда все полотно таскать за собой, то есть оно у вас будет увеличиваться. Сначала одна полосочка, потом вторая. И там четко нужно просчитывать. Если это будет на расширение, вам тогда вот эти вот петельки, вот здесь вот, нужно будет рассчитывать, сколько петель провязать без изменения, потом добавлять или уменьшать вот эти петли, если вы вяжете, допустим, снизу, значит, надо сразу там 9 петель, вот здесь по бокам делать, соединить. Потом провязали, сколько-то расстояния с 9 воздушками по бокам, уменьшили на одну воздушку. Опять это нужно просто рассчитать на плоскости и понять, как это сделать лучше. Ну, и тогда просто в процессе соединения. Провязали 3 воздушные петли, нырнули под, там, 3 или 5, нырнули под вот эту, под ушко, опять провязали, и у вас тогда вот этой вертикальной полоски не будет, а будет просто вот соединение этих ушек между собой, вот так. Вот. Ну, по мне так очень даже неплохо получается. Ну, а теперь давайте я вам покажу, что я здесь уже навязала, что это будет. Это верх моего пальто с завышенной талией. Что я сделала? Я просто набрала воздушную цепочку, померила на себе, сделала немножечко свободу облегания, и какое-то время просто вот здесь, вот видите, это филейная сетка, все та же пряжа ирис, но здесь крючок 1,25, для филейной сетки 1,25 пойдет, а вот для кружева нет. И провязала вот несколько рядочков, а дальше стала вязать, во-первых, сделала распределение, поставила маркеры на то, чтобы, вот даже в камеру не вижу, что там у меня, куда крутить, так черное сложно показывать, то есть расставила маркеры на подрезы, этот маркер у меня, это идет выточка вот на линии груди, и просто стала теперь вязать полотно отдельно правую полочку, левую полочку, тут не важно, тоже нет ни изнанки, ни лица, это будет верх моего летнего пальто, летнего кардигана. Здесь, вы видите, идет вот от подреза, это линия подмышек, вот сделала немножко вот такой скос, и здесь на линии груди, чтобы красиво сидела вверху, мы же не плоские, я сделала вот такое расширение, просто под ячейку провязывала два столбика, вот его очень хорошо сейчас вот здесь видно, вот, это вот расширение, так скажем, вывязала выточку, вот, дальше буду идти, здесь будет прямо пойдет на плечо, а здесь я потом буду делать вот такой вырез под горло и скос плеча. Это будет одна часть, какая-то полочка спереди. Дальше, таким же образом, отсюда я вывяжу спинку, тоже сделаю вот такое углубление, потом сделаю плечо и вырез для горловины со стороны спины. Вот, я сделала, расставила маркеры, этот маркер мне говорит, что здесь нужно сделать выточку, а это маркеры, это маркеры подмышечные, так скажем, на вывязывание полочки и на вывязывание спины. Потом просто сошью плечевые швы, привяжу воротничок, и у меня получится вот такое пальтишко, надеюсь, что это понятно. Ну, а дальше, почему я еще сегодня вам показала соединение вот этого кружева, а вдруг я передумаю и буду вязать пальто, ну, может быть, другим узором. Ну, вообще, задумка привязать потом снизу, когда будет готова юбка, когда будут выполнены все соединения и расширения, я просто привяжу вот эту юбку, и у меня получится вот такой ажурный кардиган. То есть, верх будет из филейной сетки с отлаженным воротничком, как вот в жакетике. В общем, вот такая задумка. И да, потом еще нужно будет вывязать планки для пуговиц. Ну, вот, мои хорошие, коротенькое видео. Надеюсь, вам было интересно, вам было оно полезным. Вяжите в удовольствие, вяжите с удовольствием. А я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго. Скоро будут интереснейшие новости по поводу переезда. Уже все наклевывается. Осталось за малым продать квартиру. Все, мои хорошие, я вас обнимаю, люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.